У родителей тоже. 23 сентября, повторное цветение роз. Очень красивое. И хочу вам показать потрясающее поле. Красивое, зеленое. Это жито. Родители его используют как седират в Сиэле. Класс. Пока что настоящий газон, напоминает, если подстричь. Такие яркие-яркие. Я уже первые посрезала. Главное, что они полные, пушистые. Ого, какая огромная, крупная. Это она уже 300 раз цветет. Ничего себе. Пахнет. Разревает виноград. И дозревает виноград синий. Полностью две арки. Одна. Посмотри, как на коровячь. И вторая. Потом мы ближе туда подойдем. Смотри, как похолодало. Виноград пахнет. Это винный сорт. Синий. Это я по ступенькам на чердак забираюсь и снимаю. Одной рукой держусь, еще и яблоко держу. Так. Вот так. О! Это мы выбрались на чердак, чтобы показать и посмотреть самой. Я еще не смотрела. Дырки в крыше. В шифере. У нас шел град. Сколько? Два дня назад, да? Да. Два дня назад куриное яйцо. И очень большие потери у людей. Полностью все сорванные. У кого сорвало крышу, у кого дырки, у кого повредили машины, кто стоял на улице, ставил машину на улицу. В общем, дырки огроменные. Поняла? Там две. Пока временный вариант вот такой вот. Мы заказали шифер. Тем более, у нас сейчас напряженка с шифером. А вон, наверху, его нету. Видите, какие дыры. Огромные дыры. Еще такого града за все время. Время. Не было. Никогда у нас. Видите? Вот это да. Видишь? Какой град и какая дыра. В общем, в городе шифера нет. Все разбирают по знакомствам, где у кого какие знакомые. А в вольной продаже шифера нет. И сейчас будут цены бешеные на это все дело. Вот. Так что вот такая у нас катастрофа произошла. Так что со временем будем это все перекрывать. Несколько десятков шиферин мы уже заказали. И следующий заказ тоже мы заказали. Так что работы много. Природа нам преподнесла вот такой вот сюрприз, если можно так сказать. Вот еще показываю на крыше. Это наш гараж. Тоже побила крышу. Вот такие вот дырки. И пойдем посмотрим, что у соседа. У соседа крыша с андулином, поэтому тоже пострадала. А крыша сметала черепица не пострадала. Предыдущую крышу вам показывалась андулина. Он немножко похож визуально на металлочерепицу. Там как решето. Там конечно все пострадало. Металлочерепица целая. Слава Богу машина наша тоже целая. Хотя стояла на улице. Штормового предупреждения не было. Ни по интернету, ни по радио, ни по каким источникам. Ничего такого не обещали. То есть люди даже не знали, что нужно как-то подготовиться, спрятать машину в гараже. У нас эта стихия застала просто-напросто врасплох. И наделала очень много затрат материальных. Очень много струсило, много винограда. Папа сказал, два ведра было струшено ветром, когда был этот град. Поэтому было бы конечно больше. Но кое-что нам тоже останется. Ну и на том спасибо. Вот этот хороший. Попробуй какой сладкий. Сейчас. Дождик накропает, ты слышишь? Угу. 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 Это мы тусмана садили пересклет. А, ты посадила этот вербельник и незаботный. Вот. Не забуду. Угу. 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 Красивые. Косты, кстати, растут под можжевельником. А можжевельник-то какой шикарный. Позеленел он, видишь? Ага. О, какой шикарный. Тут я вещь все позабирала. Пусть пересажу в бочки. Вот это. Угу. 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 Угу.